Привет! Перед просмотром этого видео я хотел бы объявить большой конкурс на сигны от нас с Ромой. Он пройдет в нашем паблике OneTwo ВКонтакте, так что подписывайтесь туда, это первая ссылка в описании. Подробнее о конкурсе и условиях участия я расскажу в конце этого видео. А пока приятного просмотра. Короче говоря, очень странный день. Это был вторник. Редко у меня бывают вторники. Всего лишь раз в неделю. Но сейчас этот вторник вообще ничем не отличался от других дней недели. Потому что летом я делал только пять вещей. Сон, жратва, отдых от сна и жратвы, комп и удивление от того, как же быстро проходит лето. На данный момент я усиленно исполнял четвертый пункт. А через пару часов мне нужно будет сгонять в магазин за едой. Иначе я не смогу исполнить второй пункт. Да, у меня с этим все очень строго. Я собрался, вышел из дома, понял, что забыл денежку. Вернулся домой и взял кошелек. Что-то он тяжелый. Наверняка до отказа набит крупными купюрами. Мне стало неудобно перед самим собой. Я собрал мелочь и пошел в магазин. Пройдя половину пути, до меня дошло, что я забыл закрыть дверь. Но уже не буду возвращаться. Поэтому решил поскорее бежать. Через 10 минут я уже выходил из магазина с покупками. Я прикупил только самое необходимое. Эм... В общем... Ну да. Я добежал до дома. Открыл дверь. Ох, слава богу, все в порядке. Никто не забрался ко мне в дом. Я зашел в комнату, чтобы, наконец, пожрать. Я очнулся. У меня во рту торчали носки. И я был привязан к стулу веревками. О нет! Какой ужас! Так не должно быть! Ведь у меня в списке дел не было пункта сидеть привязанным к стулу с носками во рту. Я попытался что-нибудь промычать, чтобы меня услышали. Но мне мешали носки. Хотя, как мешали? Я ведь могу их просто выплюнуть. Никогда не понимал фильмов, которых для персонажей это было реальной проблемой. Затем я распутался из веревок и поднялся на ноги. Схватил с дивана оружие. Потом обнаружил, что у меня нет дивана. Обнесли меня, значит, да. Я вышел из комнаты. Зашел на кухню. Зашел за угол. Зашел в ВК. Написал Роме, что меня обокрали, чтобы он поскорее приехал на помощь. Рома приехал довольно быстро. Это было трынгец, как странно. Я попросил его помочь найти украденное. Он сочувственно кивнул и стал заглядывать в шкафчики с посудой. Затем решил спросить, что у меня украли. Я сказал, что диван. А еще, как оказалось, рукоятку от пылесоса. Одну аквариумную рыбку, пуговицу с рубашки и пыль с полки протерли. Это было мило. Но где все-таки диван? Рома сказал, что дома искать нет смысла. И, возможно, пока его еще далеко не унесли, можно попробовать поискать на улице. Мы собрались выходить, но я снова вспомнил, что забыл в комнате кошелек. Не знаю, зачем он мне сейчас, но с ним привычный. Вернулся в комнату. Диван был на месте. Я позвал Рому. Сказал, что, кажется, понял, в чем дело. На самом деле, эта кнопка видимости дивана сломалась. Для убедительности я подожмал на кнопку, чтобы посмотреть, как исчезает и появляется диван. Рома сказал, что тогда поедет домой. Мы пожали друг другу ноги, и он телепортировался. А я пошел загорать в туалет. Я проснулся. Это был достаточно странный сон. Зато первый пункт на сегодня уже выполнен. Короче говоря, очень странный день. Ну, а я пока напоминаю, что у нас в паблике проходит конкурс на сигны. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо быть подписанным на наш паблик ВКонтакте. Ссылка на который есть в описании под этим роликом. А также сделать репост этой видеозаписи к себе на страницу ВКонтакте. Будет разыграно целых 80 сигн от меня и 10 сигн от Ромы. Помимо этого, будет разыграно по 5 видео сигн от меня и от Ромы. И по 10 голосовых сообщений ВКонтакте от каждого из нас. Близовых мест очень много, поэтому переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на паблик и участвуйте. У вас большие шансы на победу. А еще ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.